Каково взаимоотношение прошлого и будущего в формировании настоящего? Уничтожить прошлое и дать им любое, и они будут счастливы, получив любое прошлое, чтобы только было. Вот то, что с нами сделали. Уничтожили действительно великое прошлое наших народов, и русского, и других народов, и подсунули суррогат. И люди счастливы, что нам даже это есть. Но я понимаю, что если бы ничего не было, подсовывали, другое дело. Вопрос, почему важно? Потому что прошлое – это то, что традиции, которые народ имеет, они формируют личность человека, формируют его мировоззрение, формируют его позиции. И если это прошлое искажено, извращено определенным образом, то и приводит к тому, что люди формируются определенным образом. Я специально в вопрос о духовности, в статье, привел такой пример. В 1917 году, когда случилась революция, все знают, что христианская церковь была доминирующей в Российской империи, и все, большинство людей ходили, и так далее, и так далее, церковь молились, были крещены, и тому подобное. И уже тысячи лет была, так сказать, духовность развивалась в течение тысячи лет. И вопрос. Вот люди воспитывались в христианской морали, многие поколения уже воспитывались. И что происходило после 1917 года, в гражданскую войну? Куда делась эта духовность, которую тысячу лет воспитывали? Когда брат брата резал, сестра брата, брат сестру, отец, мать, все друг друга убивали, предавали, обманывали. И эта высокая духовность, такое поведение, поведение рабов, правильно. Вот рабы все такие, вот христианская духовность привела, что формировала мировоззрение рабов. А это рабу, когда говорят, тебе дозволено резать всех направо, он будет резать. Вот скажите, вот сидящие здесь в зале, вот если вам скажут, вот режь кого хочешь направо, мы тебе снимаем ответственность за это. Кто бы это сделал бы? Ну вот я не говорю, что наказание будет, кто бы это сделал? Есть такие желания? Не бойтесь, не в том, что кто вас замечет. Навряд ли, потому что нормальный человек не будет убивать другого даже из-за куска хлеба. Нормальный человек поделится последним куском хлеба своим товарищем, это нормальный человек, правильно? А если воспитывают человека как раба, вот задумайтесь, как хитро поменяли, ведь большевики далеко не дураки, и точнее, кто-то за ними стояли. Значит, что давало христианство? Христианство обещало смиренным овечкам райскую жизнь после смерти, да? Вот ты подожди, вот когда ты помрешь, если ты все правильно примешь, что тебя Бог предназначил, вот ты попадешь в рай и будешь в райских кущих вечную жизнь иметь. А большевики сказали, нет, голубчики, мы вам даем, обещаем, что вы будете жить в раю при жизни. Не после смерти, а при жизни. Но для этого, для этого вы должны уничтожить вот это, вот это, вот это, вот это. И рабы духовные стали тут же это делать, потому что они захотели, зачем мне ждать смерти, если могу жить в раю сейчас. Получили рай, хороший рай получили, да? Вот и все, видите, как хитро. А если бы нормальный человек, если бы не рабской философии, мы бы сказали, вот мы тебе дадим рабскую, райскую жизнь создадим, но ты должен делать уничтожать. Нормальный человек никогда не согласится, потому что нормальный человек не будет себе строить счастье за счет смерти и гибели других. По трупам чужим может прийти только подонок, мое понимание такое. Не знаю, правильно, но неправильно, но мое понимание такое. Так вот, только раб в душе может действовать так, который ради того, чтобы спасти свою шкуру и добиться чего-то, готов убить всех и вся, только сам остаться живым и почувствовать райскую жизнь. Вот хитро сработали, два этапа было. Сначала обещали райскую жизнь на том свете, а потом пришли большевисты, сказали, давайте мы дадим райскую жизнь на земле. Помните, как в свое время Хрущев, кто знает, говорил, еще наше поколение будет жить при коммунизме. Это он в 60-е годы говорил. Его уже давно нет, а мы уже с вами, а вы не заметили, все же давно при коммунизме живем, правильно? Это он в 60-е годы говорил.